У нас появился в Нигме Игорь Филатов, он же ЛТВ, он же Илюха Телевизор, он же Дельфин, играющий по 28 пабликов в день. В общем, очень интересный трансфер, и многие пожелали удачи с одной стороны, и если это будет усиление, то действительно, я могу сказать, что Игорю давно пора бы уже показывать какой-то результат. У него есть и опыт выступления за европейские организации, вроде бы все есть, но результата нет, и вот ему очередной шанс, он будет играть в Нигме. Я, честно говоря, не ожидал такого. Насчет ЛТВ, если конкретно говорить, тут сложно сказать. Мне кажется, как пабер он очень жесткий, и, ну, наверное, это прям проверка и для него, и для Нигмы. И я не очень понял, действительно, что там с Умаилом, потому что где он вообще будет играть, уже нигде, да, во втором сезоне не будет играть, очевидно. Но, это же, смотри, это же Нигма еще и потеряли очки, правильно? Да, да. То есть у Нигмы прям вообще все плохо по очкам. Прям ужасная ситуация. То есть им обязательно нужно проходить... 170, у Na'Vi 255. Уже. Ну да. А, Na'Vi что же... Na'Vi тоже делали замену, у тех команд, которые не делали, у них 300. То есть 170, у ребят 300. И три команды с трехстами очками, Lions, Quincy Crew и Astor. Quincy Crew, скорее всего, высокое место займут опять у себя в регионе. То есть они как бы претендуют на топ-12 втроем. Две команды из трех вот только пройдут. Вот насколько печальна ситуация Нигмы. Да, в общем, ситуация реально не ахти. И им придется как-то из этого выкручиваться. Поэтому ему надо прям показать крутую игру. Потому что, ну, мне кажется, это один из последних шансов, который ИЛТВ, ну вот прям, знаешь, подкатил. То есть у него был шанс с УДжи, у него сейчас шанс с Нигмой. Любые другие шансы внутри СНГ региона будут намного менее перспективными в потолке своем. То есть если он хорошо заиграет в этом составе, мы знаем, на что способна реальность. Еще один, ну, ожидаемое, ожидаемое возвращение Аннатона в УДжи. Причем я изначально там пошел сайт чекать, потому что на сайте они почему-то делают позже. Ну, видимо, чтобы не спалиться. Короче говоря, Анна вернулся в УДжи и на сайте официальном уже. То есть все, он в УДжи. Сакса тоже. Хотя там все думали, что Саксу сбреют до последнего. Хотя Джеракс говорил, что он вернулся в доту, но не будет играть профессионально. Насколько я знаю, у Джеракса некоторые проблемы есть с руками. То ли он не может, то ли он не хочет их решать, то ли вообще, в принципе, не хочет возвращаться в соревновательный киберспорт. И пока что такой состав. Анна Топсон, Сэп Саксону Тейл. Не факт, что этот состав не изменится, не факт, что Джеракс не передумает, но пока что так. Ну и все хайпят возвращение Анны. Это легендарный игрок, который ворвался дважды в доту, дважды Интернешнл выиграл. Ну ладно, он три раза ворвался, получается, дважды выиграл Интернешнл. Ожидаемо вроде как, но до какой поры у OG получится прокатывать этот фокус с тем, что они приходят и опять выигрывают Интернешнл. Он даже зачастую не показывает ничего в сезоне в самом. Ну я не знаю, я думаю, что все-таки Джеракс был довольно важным звеном для этого коллектива. И мне кажется при этом, ситуация сейчас, она действительно очень сложная для OG глобально. У них 42,5 очка, если что. Ну это, знаешь, это абсолютно. В случае OG, это не важно, в OG будут верить и будут говорить о том, что сейчас они еще прорвутся, даже если они будут играть эту хвалу вместе с еще пятью крутыми командами. Даже так. И не безосновательно, да, есть какие-то аргументы в пользу OG, но смотри, мне кажется, что из того, что мы видели по ходу сезона в европейском регионе, ну ничего они не показали. Ну реально, ну вот тот состав OG, который был, да, с Ниссаной, а с Мидваном, ну прям плохо было. И Мидван плохо играл, и Саксо не очень круто играл. Да и оставшаяся троица легендарного состава, сила OG не была в том, что ты там такой вау, в OG играют самые лучшие игроки на своих позициях. Консенсус был такой, в OG играют на лучших позициях, точнее лучшие игроки мира на своих позициях на один и на четыре. Остальные игроки здорово могут поддержать эту, скажем так, да ни в одной команде мира, да, объективно не играют все игроки лучшие на своих позициях. Поэтому сложно сказать, конечно, я честно тебе скажу, я не верю ни в Нигму, ни в OG. И это не потому, что там я не верю, там, знаешь, имея какой-то базис. Мне психологически не хочется в это верить, потому что мне хочется верить в то, что в спорте все-таки будут преуспевать команды, которые предпринимают систематически правильные решения, а не полтора года АФК шел, вернулся, опять выиграл Инд. Систематически правильное возвращение Аны. Круто, если она опять это выиграет, очередная будет легендарная история. Но, конечно, резонный вопрос, чем тогда нафиг занимается весь мир? Вот, в общем-то, и вся ситуация. Я, Миш, видел, что ты много на эту тему дискутировал, но еще немножко для нашего подкаста. Ты мне даже немного, знаешь, мне немного, как это, жаль уже команду Na'Vi, потому что, мне кажется, уже ленивый не избил, ничего не сказал, никак не подначил их на этот счет. Ну, а что, если очень коротко, облажались ребята с коммуникацией. Облажались, я считаю, крупно. Это достаточно серьезный удар по ним, по организации, по игрокам, по давлению, которое на команду будет оказано. Этот трансфер можно было провести с хейтом в 10 раз меньше, чем он был получен. Почему? Да потому что, и мне кажется, вот я, знаешь, самое, самое прям для меня страшное, по-моему, вот я посмотрел там какие-то сторисы Роджера, я посмотрел сторисы или там стрим Флая, вырезки с Флая стрима смотрел, по-моему, они так и не поняли. Вот они, им, они все еще оправдываются за то, что они кикнули игрока. А надо оправдываться не за это. Надо вам было просто сказать, ребята, мы тупанули с коммуникацией. Мы тупанули, причем они тупанули с коммуникацией на каждом этапе. Да, там, ну там, вот Роджер, например, объясняет, почему они кикнули генерала. Да, абсолютно нет проблем с киком. Ни у кого, мне кажется. Ни один человек в мире, ну ладно, есть люди, которые сказали бы там, что кикнули генерала, а вот этих там не кикнули, да. Окей, это всегда этот вопрос при трансферах происходит. Да, почему этот, а не тот? Этот вопрос стандартный при трансферах. Нормально скоммуницировать это с игроками. Нормально попросить игроков о какой-то слаженной коммуникации внутри команды. Как так получается? Флай хочет воевать, Золотарев хочет просто, чтобы это все закончилось. Айсберг хочет объяснять и как-то, знаешь, с людьми находить коммуникацию. То есть все не в попад, все просто, знаешь, рояль играет ACDC, певец поет песни Daft Punk, а гитарист вообще играет, я не знаю, что он играет. Нажрался его. Сепультуру, Сепультуру, мою любимую группу. Что такое Сепультура? Не знаю, если честно. Мне кажется, это рок-группа. Да, так и есть, это рок-группа какая-то. Британская металл-группа. Ну, я просто знаю Сепультуру. У меня, по-моему, старший брат, когда ты ее слушал, ну, я не помню, как ты ее слышал, но я знаю, что это прям, для меня это просто ужасная была музыка. Вот, но суть не в этом. Суть в том, что все не в попад, и они как будто, знаешь, они как будто друг другу все мешают, и ни на секунду внутри команды не было момента, когда кто-то сказал, так, давайте мы все сейчас сядем и поговорим, что мы все будем делать, чтобы у всех все были как-то на одной волне. Ну, вы же в одной организации. Такое ощущение, знаешь, что Золотарев извиняется перед фанатами. Флай себя в видео ведет так, как будто извиняться не за что. Айсберг рассказывает на стриме, что его не кикнули, потому что он попросил его не кикать. Что? О, зачем эта информация? Зачем уже? Уже не надо это рассказывать, ребята. Уже, уже, во-первых, приход Бадяна на стрим к Шадовеху ничего особенно не изменил, как мне кажется, потому что к Бадяну претензий-то и не было. Наоборот. Ну, знаешь, то есть есть люди, которые недовольны киком. Я лично к кику нейтрально отношусь. А вот коммуникации, как человек, который работал там с коммуникациями в Риотах, там и на Старладере до этого, и сейчас в Мейнкасте, там, ну, какой-то медийный вес, любой человек, который несет медийный вес, должен понимать ответственность за свои слова. Na'Vi просто вообще не в попад все сделали, и это было плохо. Вот. И я надеюсь, самое главное, что я надеюсь, они научились, и все организации в СНГ научились, что когда вы кикаете кого-то неожиданно, пожалуйста, скоммуницируйте. Это вы не можете избежать Шитшторма. Вы стоите перед выбором, Шитшторм будет большой или очень большой, выберите большой. Ну, нормально, напишите, что кикнули, потому что мы считаем, что так правильно. Пусть все игроки, пусть это видео выйдет сразу же во время анонса. Пусть игроки в нем все-таки поблагодарят. Хотя бы, да блин, хотя бы поблагодарите вы этого игрока, который с вами играл. Он вам топ-2 помог взять в регионе. Ну, почему-то, знаешь, такое ощущение, что вот смотри, да, я что не понимаю, они кикнули генерала, и вот я Флая просто до сих пор не могу понять. У него там претензия к тому, что, типа, вот меня кикали 18 раз, тебя тоже кикали, ну тебя тоже кикнули, в чем проблема? Ну, блин, а тебе чтобы было приятно, то есть, наоборот, это странно. Тебя кикали 18 раз, но ты же должен понимать, как человек себя чувствует, когда его кикали. Наоборот, эмпатия должна усилиться, да. Он записал какие-то там истории, в которых рассказал не все. Ну, конечно, он рассказал не все. Ему обидно, ему неприятно, вы его кикнули, вы не соблюдали своих договоренностей, вы рассказали ему об этом, вы подставили его, ему негде играть. Конечно, он обижен. Конечно, наверное, какой-то от вас хотя бы какой-то теплый фидбэк в его адрес, он заслужил это. Даже если он портил атмосферу в последнее время, но вы же его кикнули. Вы в этой ситуации, сторона, которая не пострадала фактически, только медийно, потому что вы так все сделали, он пострадал тем, что не играет в команде, не получит призовые, ну, он кикнут из команды. Все, он заслужил от вас хотя бы минимальной благодарности, какой-то эмпатии, какого-то сочувствия, какого-то взаимодействия дальнейшего и так далее с организацией. Ну, короче, у меня, знаешь, есть два типа конфликтов и каких-то спорных ситуаций. Одна это, чем ты больше о них думаешь, тем ты сильнее это отпускаешь. Ну, ты понимаешь, знаешь, типа, что да, вот ты подгорел, но потом тебя отпустило, и вроде нормально. Бывают ситуации, что чем ты больше думаешь о чем-то, тем тебя сильнее подпаливает все это, и ты прям сидишь через час размышлений об этой проблеме и думаешь, что у тебя сейчас просто взорвется все внутри. Вот эта ситуация с Na'Vi, понимаешь, я сижу и думаю, о боже, что происходит вообще? Каждый новый виток коммуникации от Na'Vi, он у меня вызывал просто, у меня волосы дыбом на голове остановились, и, конечно, да ладно, я думаю, что пофигу глобально, потому что все-таки у Na'Vi, как у организации, очень большой кредит доверия, и все это забудется, и там будут результаты с Рамзесом. И вот как теперь Гамбитом еще с Нуном играть, учитывая, что, ну не то, что Нун будет спустя рукава играть, но все равно, как бы тяжело назвать команду, вот одни играли со словом пацана и все равно распались, а другие, в общем-то, играют, понимая, что Нун хотел вообще с другими ребятами играть. Это, конечно, хороший вопрос. Ответ на него мы... Я для себя так вижу, что Гамбит, в моем понимании, вот в этом составе тоже не продержится слишком долго. Мне кажется, кто-то... Во-первых, фактор Санейка. Санейка как радиоактивный элемент делает просто команду. Будет плу распада команды? Да. А во-вторых, еще и Нун, который уже собирался... Он как бы отвалился, но его примагнитило. Слушай, я честно тебе скажу, насчет Нуна не очень согласен. Ну, блин, это абсолютно нормально. Ноуан пришел в Гамбит помогать им на замену. По сути, помог им пройти на мейджор. И на мейджоре они были близки, чтобы пройти в групповой этап. Если бы прошли в групповой этап, убежден, что они прошли бы групповой этап. Ну, если бы Нави... Точнее, господи, Нави. Если бы Гамбиты были в групповом этапе, я убежден, что они бы его прошли. Ну, вот какая-то внутренняя уверенность у меня на этот счет есть. Ноуан — это игрок с мировым именем, это игрок, которого все хотят и так далее. Ну, по крайней мере, раньше все хотели, сейчас уже не все. Многие, скажем так, все еще его хотят. И он между сезонами решил воспользоваться трансферным окном. По-моему, у него было договоренность, что он с командой этот доигрывает мажор и все. То есть, если ребята взрослые, адекватные, умные, то это надо реально отпустить. В этом вообще нет ничего плохого. Человек хотел пойти, скажем так, по своему мнению на повышение. Его туда не взяли. Он вернулся, обратно играет с вами. Ну, блин, а что? Ну, он там был основателем этой команды, каким-то суперлидером, бессменным капитаном и так далее. Нет, он был просто исполнителем, хорошим игроком, который, как мне кажется, пришел на подмогу и стал их, знаешь, там, скажем так, он усиление, которое не каждая команда может получить. Это условно, там, да, представь себе, там, да, каких-нибудь спиритов, да, в котором приходит внезапно на тройку заиграть. А потом уходит, а потом возвращается. Ну, мне кажется, это нормально. То есть, мне кажется, что, я же говорю, если ребята умные, фактор Санейка, да, но мы не знаем до конца, да, что там Санейка. И вообще, мне хочется отметить за последнее время достаточно крутую работу и прям профессиональную крутую работу менеджмента Гамбит. Не всегда было все у них гладко, идеально, но в целом ключевые кадровые решения они принимают здорово. Нуна, по сути, за Нуна же наверняка была какая-то, как это, знаешь, подковерная борьба в первом сезоне TPC. Они его отжали, они его сейчас удержали. Было ли это тем, что там в Na'Vi его же были готовы взять, он был готов уйти, Гамбит были готовы отпустить? Или что-то Гамбиты тоже сами сделали, чтобы его удержать? Мы не знаем. По факту, Нун играет в Гамбит, это хорошо. По факту, эта команда была близка к тому, чтобы пройти в групповый этап. Это тоже хорошо. Поэтому я бы не был суперскептичен насчет этого состава Гамбит, хотя согласен с аргументом по поводу Санейка. Вот как мне кажется. Субтитры сделал DimaTorzok